Несмотря на то, что тело было сильно изувечено и пролежало уже больше полутора месяцев, личность погибшего была установлена сразу. Это 40-летний из Басхан Ергараев. О пропаже родственники из Басхана заявили еще в конце октября. Они с самого начала предполагали, что мужчина мог стать жертвой несчастного случая на свинцовом заводе. Братья из Басхана даже выяснили, что на территории завода произошло обрушение одного из аварийных зданий. Однако полиция и ЧС не спешили разбирать завалы в поисках возможных жертв. 25 октября они пришли сюда работать нелегально. С того момента, как 25 здание с правой стороны обрушился, он там остался. Есть ошибицы, есть даже факты, что твой брат, его зовут из Басхана, все крикнули здесь. И с того момента есть даже двое проходили этим следакам, как назвать это, дознавателям им объясняли, что остался там человек. 47 дней расследовали, ни одного засепки, ни одного бездействия. Не добившись реакции у официальных органов, родственники из Басхана сами занялись поисками. По их мнению, кроме из Басхана, во время обвала погиб еще один человек, а возможно и больше. Их тела вполне вероятно все еще находятся под обломками. До этого было, сколько дней назад, не знаю, тошно один был тело здесь. Забрали. Это второе тело. Они знают, бог знает, сколько здесь тело. Факт, что мы сегодня нашли, скажем грубо, своими силами и средствами, ручную откопали и нашли здесь. Тошно он мой брат, родной. Правоохранительные органы проводят выяснение всех обстоятельств произошедшего. По предварительной информации, здание рухнуло именно из-за того, что нелегальные сборщики лома срезали весь металлический каркас и арматуру несущих конструкций. У погибшего осталось двое несовершеннолетних детей.